Добрый день, мои дорогие! Хочу показать вам результат пересадки старых роз. Розам больше 10 лет. Пересаживала я их 31 марта 2021 года. Прошло 2 недели. Вот так себя чувствуют розы. Такие почечки. Вот еще одна роза. Розы старые, еще повторюсь. Название их я не знаю. По цветению можно будет определить. Единственная розочка, которую я знаю, это Глория Дэй. Сейчас покажу, в каком состоянии она у меня была пересажена. Как вы можете видеть, пенечек очень старенький. Глория Дэй розе мира. Даже больше, чем 15. Ей, наверное, лет 20 точно. Это еще бабушкина роза. Но у меня есть надежда, что она жива. Вот такие вот почечки. У нее несколько таких почечек. Я надеюсь, она у меня выжила. Яму, которую я делала под посадку. Она ничем не отличалась от осенних ям. Сначала азофоску с формулой 16-16-16. Дренаж, щебень. Где-то, ну, я ложу, где-то 5-литровое ведро. У нас почвы тяжелые. Это Ставропольский край. Почва у нас тяжелая. Поэтому их необходимо, конечно, дренажировать. И навоз. Перепревший коровяк сыпучий. Ну вот. Поменяю немного ракурс. Покажу вам клумбу с лавандой. Старые розы. Мой эксперимент по пересадке старой розы. Три куста. Здесь видно один хорошо. Второй посерединке. Третий на заднем плане. Единственная роза, которую я знаю, это Глория Дейроза Мира. Я ей, повторюсь, больше, наверное, все-таки около 20, может быть, даже больше лет. Потому что роза бабушкина. Я ее хочу сохранить. Черенки нарезала. Черенки тоже принялись. Вот такая молодая клумбочка. Посмотрим. С нетерпением ждут светения. Хочу посмотреть на развитие кустов. До встречи на моем канале. Всем пока-пока.